Здарова! Сегодня мы снова играем в Грисмод, сегодня мы снова наказываем челиков за нарушения, снова мы самоутверждаемся за счет школьников, а также мы снова докапываемся до нарушений. Я немного подзатянул с выпуском нового ролика, так что извиняйте, все подробности я объясню в телеграм-канале. Между тем я почитал отзывы про прошлые два ролика, конкретно где админ забанил админа и про донатное бытло на 40 минут. Безумно рад то, что мои старания не прошли зря. Это я говорю как раз таки про 40-минутные ролики. Ну то же самое конечно можно сказать про нарезки со стримов. Я вообще думал раньше то, что это будет не особо актуальным контентом на моем канале. Но вышло так то, что моя подписота по совместительству зрителей помогает мне делать новый контент как раз на стримах. Это просто что-то с чем-то, рекомендую посмотреть. Сегодня я играл на сервере Мухасранск РП. IP, группа, а также промокод вы найдете в описании под этим видео. Погнали! Так, чем мы сегодня будем заниматься? Ну, как обычно, искать челов каких-нибудь. Как раз Камчаса никакого нету пока что. Пойду в самое населенное, так скажем, место на карте, а именно мэрия. На фоне машин прекрасно слышен звук того, как он толкает очередного человека после меня. Хочу сказать огромное спасибо администрации Мухасранска за добавление такого правила, как фрипуч. Теперь с этим правилом и криминал-обузом мне намного проще записывать такие видео. Что за хуйня там пытается разогнаться, блядь? Ну, пизда, я вам нахуй ведь сделаю. О, подожди, 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 стой, 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 я тебя вот здесь... Можно вам подарок дать? Да, 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 конечно, подарок, 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 я пришел в гамот, чтобы радовать татарок. Пам, пам, пиу, пау. Криминальный авторитет озабожден от своей работы. Теперь ты хуесос, сейчас следующий пойдешь. Да, продолжай, блядь, продолжай завязанными руками толкаться. Давай, 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 молодец. Дебил его. А, вот, фрипуш 3.41. После того, как я забанил криминального авторитета, вы, может быть, заметили у него там фамилию, РП, есть еще другой его знакомый, тоже с такой же фамилией. Так вот, сразу же после этого бана, меня начали как-то вот очень необычно убивать. Один и тот же человек постоянно берет на меня только одного заказа. Если с первым случаем я еще в принципе согласен, потому что тогда на разборках подтвердилось, что там реально был заказчик, он дал ему деньги, по демке все просмотрели, все окей. То все остальное меня наталкивает на некоторые вопросы. Он по КД реально следил за мной везде, где бы я не был, появлялся магическим образом он, либо убивал меня, либо просто следил за мной, и все. Теперь чат забит тем, что они пытаются все меня найти. Мне вообще нужно найти, у кого покупать оружие. Двоих долбоебов я уже наказал. Одного пересмотрел наказание вместо 30, я ему дал 60, потому что он еблан. Стоило мне просто его посадить в тюрьму, точнее в джайл, он все, начал уже сразу палить. Ну, долбоеб. Они ж потом в РП зону приходят, когда после разджайла, когда у них срок заканчивается, они мне начинают мешать. Бегают за мной, какую-то хуйню постоянно делают, то на диалог пытаются выйти, хотя мне в принципе это не нужно, я сам пытаюсь найти с кем поговорить, с кем что-то поделать, за кем понаблюдать. Где вы его нашли, блядь? Идите в жопу. Повторюсь, чтобы не было недопонимания с вашей стороны. Я не пытаюсь как-то говнить, гнобить, унижать и обсирать тех, кто начинает там меня искать в чате. Говню, обсираю, осуждаю, презираю тех, кто начинает как раз таки этот срач. Типа, привет, я попал в ролик и все такое, пишут это вот, спешите пожалуйста в ПМ и все. С одной стороны, одного такого сообщения достаточно, чтобы заруинить ролик. Но с другой стороны, в ролике-то показывают долбоебов, а вы как раз будете показаны в ролике, оно вам нужно? Подвести. Он на караулют, блядь. Оставь, оставь, а что ты делаешь? Ты делаешь, что он работает? Ну кто, да ебать. Где работа? Там чел с битой носится. Блядь, милиция. Кара, блядь! Ого. Ого. Вот, заебал, он за мной везде теперь будет кататься. Охуеть. Я сейчас туда пойду. Интересно, за мной прокатится, не? Поехал уже. Блядь, он за мной теперь постоянно ездит. Сейчас опять сядет в машину, поедет за мной. Да. Машина открылась, сейчас он за мной, вроде, покатится. Ебать, это прикол какой-то или что? Не, я могу это расценивать, как РП слежку там за мной. Что такое? Его не заебало за мной ездить-то? Ну, не знаю. Ну, чела времени свободного много. Я понимаю, я, бля. Я бегаю, материалы ищу в поисках игроков. Ну, типа, настолько, чтобы времени было свободно много. Я такое вижу чуть ли не впервые. Шел десятый год того, как я хожу по городу. Ну, он до сих пор за мной ездит. Масуй глаза. Человек, конечно. И вновь я оказываюсь прав. В одном из прошлых роликов я говорил то, что на таких не стоит обращать внимание, даже если они за вами перманентно бегают, ездят, следят и все такое. Они рано или поздно сами натолкнутся на какое-либо нарушение. В данном случае было нарушено правило метагейминг. Чуть позже вы увидите вердикт с разборок, а пока смотрите за тем, как челик пытался помешать мне играть и записывать ролики, технически делая все по правилам. Я могу своровать скрипача за 50 тысяч и привезти его к вам. Это же получается МГ. У меня персонажа ж не скрипач зовут, вы че? Вы что, совсем дурачки? Ебанутый совсем. Граждане, внимание. Глава города обучил комендантский час. Что это за пиздец? Нахуй он это сделал? Любой заказ похищения жертвы взлома общийской квартиры должен быть, но делать это скрыть на всех чужих глаз, чтобы в такими хорошие снаряжения готовы выполнять свои заказы. Не, ну я типа там стоял в кустах, меня вроде никто не видел, кроме Ю. То есть он бежал там с пидоис, не делал. Да-да, что там получается МГ. Ну просто метагейминг тогда у него. Ну отлично. Мут на полчаса. Все справедливо, я думаю, вы писали это в анум-чат. Текстовый вариант. Голосовой вам не буду отрубать. Кто нахуй? Да кто, кто, блядь? Один и тот же человек мне ебашит. Ебать, а это прикол какой-то? Типа меня одного... Я хз, в чем веселье заключается? Одного и того же человека по нескольку раз заказывать. Акция за здоровое пищеварение. Все нормально. Вывеска будет, когда мы тут повесимся, блядь. А пока это мирный протест. Ну, блядь. Ну, сейчас он мне опять пизданет, да? А сур, как дела? Пока заебись, пока меня не убили. Одним и тем же Китлером. Смотри на них, счастливые. Еще не поели у бабульки, блядь. Ребят, внимание вон туда, куда я смотрю. Скидываемся Артуру на машину. Вон туда. Вон туда. Вон, смотрите, за забором. Видите, там стоят, блядь. Сыбрай нас, блядь. Он меня пиздануть просто хочет, если че. Он в курсе? Нет, он уже третий раз, блядь, нас заказывает. Опа, пошел, пошел исправлять ситуацию. Да я хз просто, в чем прикол? Он третий раз просит меня заказать у кого-то. Ладно, пойду приму смерть с гордостью. Да ладно, не мешайте челу выполнять заказ, с которым просит сам сделать на меня заказ. Че, он зря просил, я вон слышал уже оружие. А можно с тобой побегать? Не, не мешай, челу, сейчас вон. Видишь, он оттуда выглядывает. Скульптурой занимался, остановитесь, пожалуйста. А я не занимался, я курил. Все равно я могу бежать с кукол года. Чел, я от проблемы и жизни убегаю, а ты думаешь, я от тебя не убегу, блядь? Сука, пиздец. Наивный. У тебя что-то в решетке радиатора застряло, посмотри на красной машине. О, туда, туда, туда. Бля, там вмятина. Это не я. Здравствуйте, сын, и челец в стене, пожалуйста. Нет, подождите, дайте выслушать меня. Здравствуйте. Из вашего полицейского участка. Вот вам пример диалога между полицией и гражданским во время комендантского часа. Да, сесть он в тюрьму, конечно же, сядет, но полиция по медиум РП меркам, как я считаю, должна хотя бы сначала выслушать просьбу человека перед тем, как его посадить. Ну, то есть, примерно так это должно было выглядеть. Вот, полиция, помогите мне, пожалуйста, у меня вот проблема, мне нужно связаться с одним из ваших коллег. Если же там что-то реально важно, то его, конечно же, проводят, но предупредят, что после этого он все же сядет в тюрьму, потому что он, по правилам города, не дома во время Камчаса. Вот тут начинается, ну просто полный пиздец, из-за этого я ненавижу челов, которые играют вот примерно таким образом на госпрофессиях. Он подходит и полностью игнорирует РП-диалог, что является нарушением правила игнор-РП. На тот момент, когда я записывал этот ролик, я этого не заметил и посчитал это просто нарушением нон-РП. Сейчас, на момент монтажа, я рассматриваю ситуацию более детально и замечаю сразу два нарушения. Нон-РП и игнор-РП. Благо, на серваке есть как раз-таки такой термин. Отъебитесь от него, он вам помощи просит, блядь, ебанутые. Долбоёбы, он помощи просит, блядь, алё. Кто это говорит? Аресте этого долбоёба, он помощи просит, что вы его арестовываете, блядь. Это не я, блядь, да это долбоёб. Он ищет. Отмен для тебя, говорит? У меня господин, сотрудник расходится, где-то сходится. Да, я намеренно дальше пропущу этот фрикилл или джетимкилл, ну, потому что вы сами видите, как вёлся тот чел, которого завалили. Он нарушил аж два правила, которыми он заруинил возможный РП-диалог. Зачатки, так скажем, РП. На РП-сервере, мне кажется, то, что челы, которые руинят РП какие-либо ситуации или же диалоги, которые к ним ведут, как раз-таки заслуживают вот такого вот поведения по отношению к ним. Было бы более рационально со стороны мента, который его застрелил, просто подать жалобу и раскидать его по фактам. Ебашу свой, тебя не забудет страна. Да, я знаю. Убил его. Он просто так человека посадил. Один, тридцать минут. Полиция должна сначала выслушать человека, а потом уже его там сажать за что-то. Нет, он просто его не слушает, лицом к стене, сука. Он бы его в любом случае посадил. В чём проблема, я не понимаю. Админ, ты совсем? Блядь, я мог его арестнуть. Я тебя понял. Ааа, сука. Пошёл нахуй. Хуя себе. Там кого-то дропнули из машины. Я из кустов сижу. Я наблюдаю. Я наблюдаю. Гопота пасёт ментуру. Эх, блядь, бедолага. Фрекил. Нет, у него, конечно, тоже неправильно он себя повёл. Ой, блядь, не сюда, не сюда. Да ну нахуй. Да ну нахуй. Ааа. Опа, ДТП, ДТП, ДТП. Я засёк, я засёк, я заснял. Пипипупучек, блядь. Пиздец. Я просто не хочу незнакомому человеку причинять боль. Ну вот и отлично. Если любишь, отпусти, блядь. Брат. Я тебе въебала, дамы, если ещё раз меня толкнёшь. Ещё раз толкнёшь, я это терпеть не буду. Окей, 341. Ну и... Я предупреждал. Пошёл нахуй. Я сказал, сука, несколько раз. Я это терпеть не буду, если ты будешь просто так меня толкать. Блядь, вам просто дали такую функцию, а вы её используете, хуй пойми зачем. Типа, я понимаю, какая-то РП перепалка. Начали, там, толкаться. Или же в очереди, пытаетесь, там, выбить себе место в очереди. Ну, ещё, чтобы это адекватно было обыграно. А не вот это, подошёл, начал толкать, блядь, всех, кого видишь. Это ж хуйня. Чё, просто за то, что я его толкнул, забанил. Шелли выпадет, ты что? Нет, я хочу, чтобы мне Шелли прямо на лицо выпала. Эээ, шаришь? Что это, ты можешь мне устроить такое? Чтобы мне Шелли выпала прямо на лицо. Ум, могу, устроить, могу. Ну, ищи Шелли, потом говори. Как я проеду? Вон, у ДПСников с нами спроси. Чё ты меня толкаешь? Ты делать, что ли, нехуй? Видимо, да, да? Где? Ещё раз. Ещё раз ты меня толкнёшь без особой на то причины? Это будет твой крайний раз, когда ты руками с вами пользуешься. Мешаешь. Мешаешь вообще всё. Кому я мешаю? Я стою. Какому КПП? Я стою на заборчике. Ты меня берёшь, толкаешь. Зачем? А потом удивляешься, что я тебя толкаю. А почему он до вас докопался? У меня вопрос. Я веду запись оперативную для следствия. Смотри. Смотри, короче, я подхожу к нему. Он вызвал ложный... Ну, он сделал ложный вызов. Потому что вызывает полицию через телефон. Я его кусу сего голоса. Это тот же самый голос, который вызывал нас. Просто так. Я говорю с чекой чат. Либо... Ого. Какой штраф? Ты ППСник? Дураку понятно то, что в скобочках выделяют сообщения, которые относятся к лог-чату. Ну, например, те игроки, которые не знают, как вызвать лог-чат. Это сообщение, которое не относится к РП-процессу, а направляется конкретно человеку. Соответственно, это нарушение правила 1.1 Офенс. Запрещено оскорбление человека. Слушай, а это такое было, сотрудник? То, что сейчас описали ниже немного. Да, было? Было такое, да? Или нет? Называй ППС в таком случае. Так ты, получается... А, я понял. Сейчас, подожди. Хорошо. Все. Так он же... Ты про него? Ты про него говоришь? Да что ты толкаешься? Слезь. Слезь. А ты сейчас не залезешь. Ты сейчас уйдешь отсюда. Игнор РП. Иди сюда. Иди сюда, я тебе еще раз говорю. Куда ты убегаешь? Иди сюда. Алло, мужик в противогазе. Ты сейчас убегаешь намеренно. Стой, я тебе говорю. Что? 341. О чем я тебе и говорю? Если бы ты продолжил бы дальше бежать, то было бы игнор РП. Все по справедливости. Полицейский оскорблял, получил за это мут. Чел начал толкаться без особой на то причины, получил за это 341. Ни хуясе. Ни хуясе. Да, блядь, в тулбинах. В тулбинах. Ага. Ай, 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 ай. Причина. Постой, стой, 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 стой. Довольно не созбит, а движение невозможно. Далбоеб, а ты нарисовай, дебил. Долбоёб, ты чё делаешь? Командир контурен, видимо снижена Ты чё творишь, ебанат? Я говорю, это темно А почему ты арестовала... Ураг горит Да я тебя не хотела арестовать, я тебя просто дубинкой пиз... Сука, я... Стой, 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 полицейский, полицейский, вы можете быть свободны, вы можете быть свободны, милиционер Я не агрошкольник Ты ебанутый, ты чё делаешь? Может, я его арестовую? Смотри, смотри, я сейчас объясню, сейчас объясню Смотри, я подумал, допустим, представьте, электронная дубинка Электронная дубинка для того, чтобы человек остри Сколько там ударов можно сделать, чтобы человек, ну, типа, уже оглох И, типа, чтобы он остановился, ну, типа, чтобы он автоматически остановился Меня чё это ебёт? Меня чё это ебёт? Ну вот Так он мне мог сознание, блядь, отключить, и я отстреливался Да тебе нужно было сознание... Вот сколько тебе лет? Тебе сколько лет? Мне 13 Тебе нужно было 13 лет назад сознание отключить, ебанутый, ты чё делаешь? Так понимаешь, он меня мог арестовать, блядь Это была самозащита, нахуй, чтобы он меня не арестовал Самозащита? Сука, ты понимаешь, что это... Это криминалобус, алё Ты как, в курсе? Нет? Нет Нет, это криминалобус Я не знаю Вот сейчас стой на месте Никуда не дёргайся, давай я тебе просто объясню Ты защищался от полицейского Вылезай сюда, вылезай Ты от полицейского защищался, правильно? Ствол достал? Да Окей Чтобы меня не арестовал Я тебя понял Но это нарушение правила 4.1 Это первое правило игры за криминальные профессии Я, как гражданский сейчас пробегающий мимо и всё это наблюдающий Я свидетель Тебе нельзя делать криминальные действия Вот тем более такие При свидетелях Если бы тут никого не было Или же действие проходило вот на этой заброшке То окей Тут же дорога РЖД пути Тут трамвай, блядь, ездит Тут люди на такси, на полицейских машинах Просто Тут постоянный поток водителей Проезжающих Ты в этом месте достаёшь Возле депо, блядь Ты достаёшь ствол И ебашишь по челу Я не знаю, по мне ты попал или нет Но ты его задамажил По-любому Ты нарушил правила криминалобус ФРРП не было никакого Он даже оружие не достал И ещё тебе ничего не сделал Но ты почему-то решил его заебашить Это криминалобус Ты получаешь за это 30 минут джайла Окей? Всё Всё я тебе доступно объяснил? Да Отлично Тебе я тогда желаю удачи в будущем И выписываю наказание за 4.1 Ебать Это я его образумил вот так вот за 2 секунды? Охуеть Он прям успокоился Он сначала забомбил жёстко Прям вот Начал дико дристать в войс чата Потом он стал адекватный Вот такой я люблю, кстати говоря Такие игроки Вот после того, как они начинают себя вот так вот вести Они не вызывают никакой агрессии Думаю, заметили, что вот Я сначала Начал с него жутко рофлить Когда он эмоции начал показывать Потом всё Он адекватно начался вести Я ему объяснил Так же адекватно В чём он не прав Он на меня застрелял, долгал меня А ещё другому человеку Что ты стреляешь, нахуя? Слышишь? Что ты стреляешь? Я стреляю, блядь, по полицейской машине Потому что Чё, пиздану ты совсем по полицейской машине Чтоб в спецназ стрелял? Долбоёб, я говорю Это ты, долбоёб, видимо, сука Я тебе, сука, говорю Я тебе, сука, говорю А я тебе, сука, говорю Пиздил машину Иди нахуй Понял? Лицом к ебалу? Я сейчас стану лицом к ебалу Да, пошёл ты нахуй Да, я тебя сейчас предупреждающий ебану В курсе, нет? Превентивный я сейчас тебе сделаю, дебил Обморок, ёбаный Повернись назад, за тобой съёмка ведёт Лицом к стене 2 Лицом к стене 3 Подожди Мы сейчас с тобой можем это всё обсудить Да, 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 давай Давай, стреляй, стреляй, стреляй Я сейчас как раз-таки Я дождусь, пока у тебя патроны кончатся, мудила Чтоб ты меня догнать и пристрелить не мог Сучара тупая Понял меня? Я дождусь тогда, пока у тебя деньги, блядь, кончатся Придурок, ёбаный, блядь Давай, 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 давай Ох Ох Кляп Пошёл нахуй Нон-РП, так себя полицейски не ведёт Видели, это оформенное быдло Да как же ты заебал докапываться до простых игроков Ребята, если что, это суть этой рубрики Докапываться до нарушений Тем более, сервак прописан И обозначен в правилах, как медиум-РП Я сомневаюсь то, что каждый из вас Хоть раз видел человека, который в форме спецназовца Бегает и стреляет на улице с автомата Тем более, объясняет о тем, что он хотел достреляться до полицейской, блядь, машины А потом, после этого, вступает в словесную перепалку с рандомным гражданским Начинает стрелять, чтобы его напугать Целый магазин Ну это пиздец Вот, я обожаю вечером заходить И вот таких вот уёбков искать Это очень весело на самом-то, деда Мужики, я мостик строю К руке лорда Блядь, ты чё, я ж не поставил до конца, ты чё Ебану, блядь, я ж не поставил, нормально, что ты делаешь? Что ты делаешь у меня просто? Сижу, пережидаю камчас А тут меня нельзя В смысле, нельзя? Я нахожусь на территории своего друга Его... Какой стене? Куда? Ты где-то стены видишь, нет? Не надо, не надо Вот, он там, например, к этому зданию хотя бы Я нахожусь на территории этого здания Я проложил мостик с разрешением владельца И, в принципе, никто не имеет ничего против У тебя сейчас военный переворот начался Иди защищай мэрию Пишите тогда мне разрешение Что ты хочешь от меня сейчас? Что ты хочешь? Я нахожусь в гостях у своего друга На территории вот этого вот здания, постройки Он разрешил, всё окей Какие проблемы? Какие кости? Ты вообще о чём? Нет Владелец постройки мне разрешил Спасибо Яблан конченый пиздец А вот это осуждаю, кстати говоря Ну, я тут пока на Ленине отсижусь Ну, а куле он сидит, выёбывается? Охуеть Вот ты, сука, уёбок Не послушался полицейского По его просьбе не спустился с Ленина Спрыгнув И потеряв половину хп, а возможно, даже и умер Ну, да, я ж не ебанута, чтобы прыгать и ломать себе ноги И получать какой-то ущерб тупо из-за того, что какой-то ущерб меня просит спуститься, блять, спрыгнув А если бы я спрыгнул, вы бы, наверное, написали о том, что я нарушил правила ФИРРРП Не побоявшись спрыгнуть с такой высоты и получить огромный урон Ну, типа, ребят, сами прикиньте К вам подходит полицейский, говорит, почему вы тут сидите Ты ему логически нормально объясняешь то, что тебе разрешил владелец этой постройки здесь проводить время Это также можно использовать как убежище от Камчаса В ответ на нормальное логическое объяснение Он вам начинает говорить Что? Какие гости? Он начинает их включать дурачка, тупо не зная, что дальше выкинуть в ответ тебе Стоя на статую, в этот же момент просит тебя встать лицом, блять, к стене Когда начинается военный переворот, он все же не заостряет внимание на том, что нужно идти в мэрию Защищать мэра от военных Все же лучше и удобнее для него найти чела, который стоит на постройке, у которой нет стен И просить его встать лицом к стене, ну, конечно Пошла за руку Пиздец Ебать Тебе куда? В мэрию доставка или, блять? А, ну пересиди пока, пересиди Из детства Мортал комбат, блять Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok